Мы начинали только делать с несколько видов конфет и мармелад. На сегодняшний день для сравнения более 130 наименований выпускаемой продукции. Десятки товарных позиций и широкая сеть реализации, которая не ограничивается республиканской столицей, как и Хакасии. История кондитерского дома-сладкарница, начавшаяся более 10 лет назад, явный пример того, как можно создать производство практически с нуля и сделать его одной из ключевых визитных туристических карточек. Сегодня глава Абакана, его заместитель Вероника Винницына, заместитель главы региона Юлия Исмогилова, представитель местного Минэкономразвития, посетили изнанку производства, которое не нуждается в особым представлении, поскольку на качестве выстроена многолетняя репутация местного бренда. А специалисты детально объясняют механику производства буквально каждой конфеты или другой единицы. С конвейера в свежем виде она отправляется на торговые прилавки. Каждая линейка имеет свой вкус, дизайн и весьма востребована как у покупателя, так и у туриста. Несмотря на то, что это предприятие довольно молодое, ему чуть больше 10 лет, его знают, наверное, все жители республики Хакасии и, самое главное, гости нашего города. Это та продукция, которой мы, наверное, больше всего угощаем гостей, туристов, которые приезжают в наш город. Действительно, предприятие активно развивается. Помощь нужна из того, что мы сегодня пообщались. Да, нужны предприятию и свои торговые точки, нужны предприятия, место для производства. И, конечно же, нужно сделать максимально все, чтобы предприятие в дальнейшем имело рост. А предприятие, по сути своей, действительно уникальное. Их продукция вкусная, продукция ручной работы, продукция уникальная, настоящая, натуральная. Ну, наверное, то, чего не производится, собственно, в нашей республике и так мало производится в России. Общая, можно сказать, проблема объединяет местных производителей. Кадровая составляющая. Поскольку здесь преобладает именно ручной труд. Сладкарницы не хватает людей, готовых изучать специфику такого производства. Чего не скажешь о компонентах и прочем. В имеющихся экономических условиях бренду удалось оперативно сориентироваться и не потерять поставщика компонентов, а именно шоколада. Самое главное, короче, у нас не хватает людских рук вообще. У нас ручной труд. Вы, в принципе, сами видели наши условия. Кроме этого, мы тут людей там еще и кормим, да, и все остальное. Но люди, и зарплаты у нас здесь выше среднего. Но все равно у нас проблема люди. А расширять производство мы можем только за счет людей. То есть, так как у нас нет никакого оборудования в основном, да, ставь дополнительно столы, пристроить тут еще, как бы, какое-то помещение, набирая людей, обучая их и вперед. Мы все берем с Хакасии. Мы только шоколад берем, барик или баут. То есть, ну и то, в принципе, русский народ, он же очень находчивый. И вот когда у нас началась там пандемия и все остальное, как бы, мы, конечно, очень переживали, как мы будем с Бельгией шоколад получать. Но бельгийцы быстро организовали свое производство в России. И мы спокойненько все получаем шоколад без всяких задержек. Администрация, правительство, они уделяют большое внимание. Когда есть, как бы, понимание, то, естественно, будут результаты. Свою поддержку готово оказать и региональное правительство, о чем на рабочей встрече сказала заместитель главы Хакасии Юлия Исмогилова. Уникальное еще для этого предприятия то, что они здесь проводят экскурсии. То есть, любой посетитель может, помимо того, чтобы попробовать приобрести продукцию, может еще и самостоятельно сделать конфетку, зефир. То есть, это еще является и точкой притяжения туриста. Это очень важно. И эта продукция является лицом Хакасии. Что касается поддержки со стороны правительства, мы оказываем поддержку. И вот уже на данный момент, на протяжении всего времени была оказана поддержка на общую сумму более 3,5 миллионов. Мы дальше будем взаимодействовать. Это и гранты, и микрозаймы. Сейчас я предлагаю вам сделать шоколадные отпечатки на память. Более подробно о местном производстве Сладкарница расскажем в следующем выпуске программы «Сделано в Абакане» в среду 9 ноября в 21.35. Следите за обновлениями в наших социальных сетях и в эфире телеканала Абакан-24.